и снова здравствуйте друзья мои сегодня у нас прекрасная погода на улице плюсовые температуры и мы сегодня решили немножко день посвятить снять съездить улицу лермонтова на шиферном поселке показать по заявке и покоптить немножко рыбы и мясо в гараже как бы как говорится использовать теплый зимний день свое удовольствие так что начинаем смотрим усаживайтесь помаленьку нормально так время сегодня двенадцать тридцать я решил сегодня немножечко покоптить для себя мяса и рыбки на улице плюс четыре покамись ветер конечно ветер теплый вчера все таяло сегодня тоже будет все таять и вот решили покоптить немножечко поставил от мангальчик рожок поставил коптил очку уже с мясом первый заход коптится в итоге потом посмотрим какой у результат будет но пока все красиво давно перед новым годом последний раз коптил потом таких теплых дней не было но вот наступил теплый денек и сразу им надо воспользоваться ждем ну вот наше мясо и готово только что открыли крышу как можем наблюдать смотрите какой она красивая она сейчас отдохнет будет еще немного красивее так что первая партия готова сейчас будем переходить к рыбе как раз вот освободиться вторая решетка и мы будем продолжать коптить вот так наша рыбка сыром виде соленая уже обветренная уже лежит на решеточке ждет вторую решетку потому что на одной места мало сейчас освободиться от мяса вторая решеточка и будем коптить нашу рыбу покажем копченом виде ну вот а сейчас пойдет у нас рыбка коптится вот два слоя лежит все сейчас начнем потихонечку коптить все готово как говорится полный вперед и ждем окончания копчения все открыли сейчас уберем с мангала и пусть остывает проветривается великолепно приготовилась прямо любо-дорого посмотреть вот так мы сегодня занимались копчением мяса и рыбы в общем то я доволен думаю семья моя тоже будет довольна всем приятного аппетита вместе с нами сейчас мы находимся возле дома отвезли наше мясо рыбку домой а теперь отправимся уже после обеденное время прошло после того как мы начали готовить нашу рыбу и мясо прошло более трех часов и как мы можем наблюдать вот на улице машины идут грязные дорога растаяла и мы сейчас проедем по своим делам нам как раз нужно на шиферный поселок и заодно снимем там улицу лермонтова и так мы едем по улице парковой сейчас заедем магазин черный квадрат или реми поэтому вот я как раз проеду по улице парковой еще раз вам покажу видите какая сегодня грязище у нас на улице ну тает тает снежок соль работает которые посыпали дорогу ну ничего это все временно весна и осень так всегда поэтому мы продолжаем движение и мы уже подъезжаем к улице кустовиновской вот слева видим мрео гаи люди ставят машины на учет снимают с учета а мы поворачиваем направо и едем мимо бывшие бани теперь тут магазин и страховая компания продолжаем движение дальше и дальше едем и как я сказал по улице кустовиновской и слева мы видим школу номер один вот она школа номер один а мы продолжаем свое движение до подъезжаем к улице советской вот идут маршрутные автобусы сейчас нам нужно ее пересечь и мы будем двигаться по улице андреевской справа у нас находится аналоговая инспекция города спаска дальнего и района так что у нас ну движение нам позволяет пересечь улицу советскую и мы едем на андреевскую поворачиваем направо на улицу андреевскую и движемся в сторону черного квадрата на улице андреевской как вы можете наблюдать у нас лежит нормальный асфальт не помню два-три года назад его здесь положили и поэтому сейчас здесь ездить очень хорошо вот и показался магазин перед ним цветочные магазины за цветочными магазинами вот супермаркет когда-то это я уже говорил был дом быта но мы едем с обратной стороны не с лицевой сейчас поставим машину и пойдем магазин это первый путь нашего назначения сегодня слева видим вот ломбард находится ну все сходили в магазин и вот я решил еще вам показать небольшую площадь возле торгового центра рэми центре города ну или то бишь черный квадрат погода как вы можете видеть прекраснейшая вот где фонтан у нас снег даже растаял где летом фонтанчик ну вот магазин домотехники это советская 47 у нас бывшее здание в отстрое перед нами городская аптека находится на советской 88 ну и вот такие у нас дороги сегодня мокрые 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 которые тают ну это еще ничего не говорит что теплый денек день 23 еще зима вернется еще пока нет весны вот магазин черный квадрат а когда-то стояла серое серое здание дом быта города с паска дальнего был также магазин вот цветочные и железнодорожный видите авиадук переход через железно через железную дорогу другую часть города как я сказал погода шикарнейшая лучше не надо говорится прямо вот тепло такой свежий воздух прямо хочется гулять гулять смотреть наслаждаться ну возвращается нужно к машине и двигаться дальше после того как мы поедем нужно будет заехать на автозаправочную станцию потому что нужно залить немного бензина вот мы приехали на автозаправочную станцию нка альянс стоим в очереди сейчас будем заправляться топливом а я пока настраиваю эти свой телефон настраиваю программу чтобы не ходить к оператору вот туда в их не офис заправлю и платить деньги заправляться я заправляюсь через программу с телефона прямо сейчас новая такая программа прямо прекрасно не надо далеко никуда ходить а вот мы уже движемся по улице грибоедова и вот меня просили показать немножко шиферный поселок и улицу лермонтова поэтому мы движемся в сторону шиферного поселка но у нас сегодня как раз будет конечный путь назначения шиферная 3 у нас там свои проблемки свои дела а тем временем пока есть время я проезду и покажу немножко шиферный поселок вот мы проезжаем бывший горгаз сейчас здесь гостиница вояж магазин прямая корея строительный а мы движемся немножечко дальше и дальше сейчас мы доедем до домов на улице грибоедова дома здесь конечно уже стоят очень и очень давно но ничего люди живут работают здесь вот и аптека вот в этом первом доме вот как раз торца другой стороны магазин и жилые дома вот это по моему грибоедова 8 если я не ошибаюсь потом идет 64 и 2 ну вот видите дороги в принципе у нас были почищены хоть более-менее но все равно снежок подтаивает и лужи появились но это же дело к весне это хорошо грибоедова 2 вот находится новая парикмахерская так поворачиваем мы налево и движемся по улице уже шиферной нам надо будет сегодня приехать вот сюда в шиферная 3 но пока мы проедем по улице лермонтова и покажем еще немножко поселок здесь вот стоит техпомощь похоже сломался автобус немножко нужно наверное подремонтировать помогают водителю и двигаться дальше по маршруту если это будет возможно так мы пересекаем улицу герцена вот смотрите асфальтированная улица герцена в этом году прямо хорошо и ищем улицу лермонтова как раньше помню говорили что на шиферном поселке все живут писатели вот у нас герцена лермонтова чернышевского маяковского все здесь улицы и так мы похоже нашли улицу лермонтова сейчас повернем налево будем искать домик номер 17 и 15 как у нас было в заявочки вот дорогие друзья кто просил то желал это посмотреть смотрите внимательно чтобы я не проехал как говорится посмотрите вспомните где вы жили и товарищ который обратился говорил что рядом с ним проживал его друг обязательно просил показать и этот домик но они рядом 1517 их разделяет только я понимаю забор вот мы едем смотрим номера ищем эти домики так скорость я сбрасываю по моему мы подъезжаем и вот совсем неприглядный маленький домик номер 17 совсем неприглядный до бедненький уже совсем вот я открываю стекло смотрим совсем что-то накренился но дорожка вот смотрите почищена похоже даже кто-то проживает в этом домике ведь и дорожка есть а может держит подачу приходят проверяют ну а как вот полагается рядом через забор находится дом номер 15 но здесь свежий заборчик высокий поэтому ничего не получится увидеть посмотрим что у нас находится слева вот тоже соседи ваши бывшие а вот это дом номер 15 как и просили показать тут кроме забора практически ничего не увидишь останавливаться не будем там за забором злая похоже собака а мы едем дальше проедем сейчас на улицу наверное маяковского еще покажем микрорайончик из жилых многоэтажных домов но не немного этажные там два-три этажа но постараемся показать так движемся мы дальше что-то даже не могу сказать по какому проулку я еду вот честно говорю внимательно не посмотрел ну вот мы едем и поворачивать сейчас мы будем налево как раз вот это точно улица маяковского до улица маяковского и вот мы потихонечку повернули посмотрите какие красивые березки и движемся микрорайончик который был построен еще говорят советское время после этого здесь по моему ничего не строилось потому что хоть кто-то жалуется и обижается на советское время я вам скажу это было прекрасное время когда мы были молодые жили вы посмотрите сколько настроено вот на шиферном поселочке тоже домов потому что были предприятия в городе работали и они также строили жилье давали бесплатно не нужно было платить больших миллионов люди работали знали что идут на предприятия на хорошие поработают и через год-два-три получат жилье и никто об этом даже не задумался до того как устраивались людей определяли в общежитии давали комнаты чтобы люди могли жить а сейчас целая проблема нужно снимать жилье зарабатывать за все нужно платить ну вот видите сколько здесь домиков настроено сейчас я хочу остановиться выйти немножечко так как бы поснимать кто-то же здесь жил все равно кто-то уехал из паска пусть посмотрит и свой микрорайончик может кто-то увидит вспомнит что-то но сегодня сильное солнце вот отражает плохо даже снимать когда сильное сильное солнце тоже камера довольно таки не особо воспринимает все поэтому прошу прощения но стараюсь поснимать все равно вот видите это микрорайончик на улице маяковского все садимся в машину и продолжаем наше движение по улице маяковского хотя у меня есть фильмы до этого я тоже снимал несколько фильмов про шиферный поселок но это где-то года два-три назад наверное если что можно зайти на мой канал поискать посмотреть там есть обзор нескольких улиц маяковского еще мы какую-то искали там меня просили уже не помню улицу и дома поэтому много есть фильмов если есть желание смотрите ищите так сейчас мы повернем на право вот перед нами открывается как раз детский сад а справа будет магазин 33 желания представляете 33 желания магазинчик проезжаем выше и мы проедем немножечко в сторону села новинка вот остановлюсь там на сопочке и сниму как бы немножко сверху шиферный поселок если удастся то камера выберет значит будет видно нет но как-то так уже друзья мои потому что это будет долеговато но это будет сверху все равно интересно посмотреть сверху а эта дорога нас ведет новинку новинку я тоже года два назад снимал летом ездил показывал село тоже просили так что есть у меня и новинки фильм если кому интересно посмотрите ну а мы вот здесь остановились наверху на сопочке и сейчас выйдем и посмотрим ой какой ветер бейте сумасшедший ну вот перед нами сейчас старый цемзавод он трубы виднеются я вам помогу просто сказать вот далеко видно трубы ну а вот это вот камера идет как раз по шиферному поселку если посмотреть на телевизоре то конечно будет гораздо лучше это все видно вот смотрите какой ветер я снимаю я здесь даже пишу уже дома через микрофон потому что ветер сумасшедший так было бы вообще ничего не слышно вот представляете вот как ветки качаются ну а вот вдали если присмотреться вот два две точки то это новые дома на цементном поселке на цемзаводе а вот сейчас видны трубы завод потихоньку разбирают убирают надеюсь что через несколько лет все таки цемзавод разберут старых завод разберут и будет территория там может что-то построит опять ну его знает жизнь-то идет вперед все движется так но теперь мы будем потихонечку сдавать назад селевую машину и сдаем назад и поедем опять посмотрим шиферный еще немножко поселок проедем по улице герцена наверно и ближе и ближе улице шиферной и так мы сдаем назад транспорту пока нет нам никто не мешает ну разворачиваемся все и полный вперед движемся дальше друзья мои сейчас подъедем к улице горького и вот дальше идет какой-то переулок забыл название вот улица горького здесь кончается как раз и начинается переулок я потом напишу посмотрю и напишу друзья мои вот по какому переулку мы едем а едем мы до улицы герцена там повернем налево опять мы проезжаем от магазин 33 желания напротив детский сад и вот видите высоковольтные столбы стоят старые уже давно стоят но крепкие сделано еще при сабдепе как говорится продолжаем движение опять же вот микрорайончик на улице маяковского микрорайончик шиферного поселка также кооперативные гаражи справа раньше было предприятие которое конкретно работало не знаю как спум или что там было название ну работало а мы подъезжаем уже к улице герцена и поворачиваем налево ну как я уже говорил несколько минут назад что улица герцена у нас с новым асфальтом с хорошим ровным даже вот подъезжая к школе номер 14 здесь сделали лежачие полицейские чтобы водители могли немножко приостанавливаться потому что здесь пешеходные переходы для детей для людей вообще поэтому было предусмотрено и сделали лежачие полицейские ну вот школа номер 14 мы ее проезжаем и двигаемся дальше опять лежачие полицейские проехали поехали прямо хорошо сколько лет здесь я говорю ну лет 30 здесь вообще была разбитая дорога не было ни асфальта ничего а сейчас как мы можем наблюдать все равно движение идет к лучшему вперед вот такие вот дела друзья мои сейчас мы повернем направо и поедем так вот здесь по моему повернем направо проедем немножечко и повернем налево на улицу октябрьскую да вот здесь мы повернем сейчас буквально еще не 50 метров и мы будем поворачивать налево правой стороны здесь когда-то были здания почта ну вот мы едем по улице октябрьской частный сектор дома конечно были построены давно давно наверное 50-х годах еще прошлого века но люди живут кто-то ухаживает кто-то нет конечно ну здесь конечно бы желательно покрасить подправить ну вот мы подъезжаем к улице шиферной впереди виднеются кооперативные гаражи справа вон вернее слева также стоит техпомощь автобус еще не отремонтировали все продолжают ремонт а мы поворачиваем направо и вот наш пункт назначения получается справа шиферная 3 здесь мы закачиваем свой фильм прощаемся всем огромное спасибо кто смотрел ну простор сегодня свободный немножко день всем спасибо до свидания